Я погляделся, но не знаю, мне почему-то показалось, что он будет следовать своему нику, бросаться на всех с топором и, знаешь, на поздних стадиях уже не сможет, к сожалению, для него добыть те самые фраги. Ну вот, кстати, просто норм чел, его зовут Антон, знакомься. Откуда я это знаю? О нём просто клан, просто Тоша. Поэтому Антон у нас будет сегодня сражаться, я так понимаю, или просто Тоша, можно по-разному его называть. В любом случае, посмотрим, Капитошка займёт более высокую позицию или же просто Чел. Ну, Холмс, как вы об этом догадались, да? Элементарно, он в клане Тошка. Ну что же, поехали, вот игроки уже прогрузились на карту, опять-таки осматривают окрестности. Я смотрю, тут Красти Краб вращается на все 360 градусов, даже посмотрел, что находится за зоной. И, знаешь, найдёт лазейку, убежать туда, в какой-то дом найти там секретное вооружение. Но нет, зона его не пощадит, придётся бежать вперёд. Так, уже повернулся обречённо именно в ту сторону. И, соответственно, игроки у нас отправляются. Первые снаряжения находят тот самый Капитошка, например, уже и пистолетик нашёл. И первую перестрелку ведёт, кстати, катана в действии. Да, именно так. Заметил, кстати, особенность, как только я начинаю говорить о том, что вот, не стоит, наверное, рубиться. Обязательно кто-то будет в ближнем бою-то сразиться и убьёт противника с катаной Альстопора. В любом случае, ну, такое тоже случается. Не все игроки, наверное, понимают, что не стоит вот махаться на мечах. А вот серия минусов у нас последовала достаточно обильной. И Никола Мясник сделал фраг, а вот Капитошку преследует противник. Но пока парень прячется внутри здания, и из него будет активно, наверное, отстреливаться. А заодно и лук собирается. Чего быть? У него очень много и мины, есть и броня. Вот оружие пока что не самое лучшее. Другой пистолетик нашёл. 13 патронов. Это, конечно, мало. Особенно если не успеть найти вовремя тот же автоматик, ППшку, что угодно. Более насыщенные патронами и, самое главное, уроном, то потом будет тебе крайне тяжело. Тем временем 22 игрока у нас остаётся, и Капитошка крадёт среди этих всех зарослей в попытке. У него лут не так далеко. Да, аирдроп прилетел. Ну, слушай, аирдроп своим красным дымом, наверное, привлечёт внимание не одного, только лишь Капитошки.